Всем добрый вечер, добрый день. Сегодня мы наконец-то собрались с Валентином Семеновичем Таракановым поговорить на тему борьбы, жизни и прочего, и прочего. Валь, первый вопрос, ну как обычно, уже стандартный. Где ты начал заниматься, что тебя привело в борьбу, твой первый тренер, твои ощущения от прихода в борьбу, ну вот тот период, когда только все начиналось, как борца, как спортсмена. Я начал заниматься и тренироваться в городе Красноярске где-то около, наверное, в 13 лет. Наверное, в те времена это происходило все очень просто. В класс приходил тренер, уговаривал, и мы всем классом, все там 20 мальчишек или там 15, пришли в эту секцию и начали заниматься. Перед этим я тоже прошел несколько секций, занимался боксом немножко, гимнастикой, коньками. Но в те времена было проще, потому что доступность занятий была очень простая. То есть пришел, записался и начал тренироваться без проблем. Это было в Политехническом институте города Красноярска. Это был мой первый тренер. Бестаев, Альберт, отчество уже не помню, честно. Я у него занимался, ну, года полтора-два. Из нашего класса остался один я. И это детская секция, это был институт, он тренировал студентов. Это было самбо или изюду уже сразу? Самбо, да, самбо, самбо, да. Это было самбо, он тренировал студентов. У него группа студентов была самбо. И параллельно, может быть, нагрузку или как было, вот он набрал эту детскую секцию. Мы остались, вот я из класса, и еще один молодой человек остался, паренек. Потом он нас передал вот в Динамо, в Красноярск. Там у меня были, ну, там уже тренер Альберт Михайлович Астахов, это заслуженный тренер. У него было достаточно большое количество воспитанников, таких серьезных и призер Европы, чемпионы Союза, победители Союза. Вот я туда перешел. Это зал Динамо, в центре города Красноярска. Ковры такие, ковер, наверное, небольшой какой-то, ну, 6 на 6 максимум. Такие толстые ковры. Тряпочная покрышка такая, которая рвалась. Пыльная, наверное. Пыльная, грязная, конечно. И вот мы там все возились, вот дети занимались. И я помню, а, платная была. Там уже была платная. В те годы платная была. И я помню, у меня чуть не закончилось занятие. Там то ли я за несколько месяцев нужно было заплатить. И у меня украли деньги в раздевалке. И так получилось, что, ну, то есть, тренер меня, вот, Альберт Михайлович тогда, ну, то есть, разрешил, как бы, заниматься. Я расплакался, то ли начал уходить, одеваться. Что-то он меня остановил и оставил в этой секции заниматься. Ну, те потерянные деньги, как бы, простил. Простил, да. И вот я остался в этой секции «Динамо». Она у нас, школа была очень хорошая. Ребята по тем временам сильные были. И Синьковский, и Персиянов, Агафонов. Агафонов – это, потом, тоже мой тренер «Динамовский», где занимался, наверное, до 18 лет я занимался в «Динамо» в этой секции. Аль, а как тренировали, не помнишь, что больше – стойка, партер? Потому что раньше, вот, таки, партера было больше. Да, партера было больше, намного больше партера. И тем более, ну, вот, Сибирская, я знаю, вот, наша, хотя бы, Красноярская школа, она отличалась тем, что мы, вернее, вот, Красноярские борцы, они очень хорошо боролись в партере. Очень хорошо. Особенно, вот, ребята из труда. Динамовцы как-то в те времена не очень партер любили. Ну, так, явно, вот, сейчас я просто анализирую ту ситуацию, потому что, вот, как у нас преподавали, вот, «Динамо», да? Да, от тренера очень сильно зависит. А вот, вот, от трудовцев, там, вот, Виктор Безруков, Хориков, вот эти тренера, которые достаточно много уделяли внимание партеру, и у них в крае, вот, очень хорошие борцы, именно в партере были. То есть, может быть, он в стойке как-то похуже боролся, но партере мог уже затянуть и спокойно довести победу, ой, схватку до победы. А потом к нам пришел, стал тренером, вот, «Динамо», Эдуард Васильевич Астахов, ой, извините, Эдуард Васильевич Агафонов, Агафонов. Он стал чемпионом Союза по самбо. Ну, вот, на чемпионат мира его не взяли, там, по каким-то своим причинам. И он очень много у нас уделял партеру, очень много. И поэтому, вот, где-то, в каком-то, где-то 72-71 год у нас, вот, пошло именно большое уделение, больше стали заниматься партером, да, и бороться стали партеры намного лучше. И я вот сейчас вспоминаю то, что партер дал мне очень многое. Я сам по себе, у меня бросков, как таковых, ты знаешь, что не было таких сильных. Я не бросал ни на ипо, ни на что, там, там, свою коку-юку я делал. Железную? Да. Но для того, чтобы схватку довести до конца или удержать хотя бы, я вот в партере половину времени старался провести, потому что я там чувствовал себя довольно-таки хорошо и спокойно. Либо я сам мог сделать, но довести схватку до конца, там, или удержание сделать. Но в то же время я знал, что я никогда не проиграю ни болевым, ни удушающим. То есть я чувствовал ситуацию в парке довольно-таки хорошо, благодаря вот именно вот этому тренеру Лагофонову. И вот, да, да. Ну, у меня сразу такой вопрос за травочка. Может быть, может, я сейчас раньше... А может быть, есть желание внутри где-то поделиться партером? Не возникает желания? Знаешь, Андрей, я... Ну, сейчас не возникает. И уже я просто, в отличие от... Вот, вот, многих от тебя ушел как-то, ну, более быстро из спорта. И сейчас у меня уже нет, действительно, таких желаний. Ладно, я просто в надежде вдруг пока наслое поймать, чтобы провести пару мастер-классов. Я не знаю просто, смогу ли я... Хотя я знаю, что у меня руки помнят до сих пор то, что я делал там 40 лет назад. Но не знаю, насколько это получится, потому что я действительно реально ушел. Хотя, ну, любой уход, он болезненный же. Сам по себе всегда. Поэтому... Хорошо. Ну, то есть вернемся. То есть, детская, уже молодежь, уже юниор, да? А какие соревнования первые хорошие выиграл? Ну, это тоже было в Красноярске. Тренер у меня уже был ААА. Ну, да. В 1974 году меня призывали в армию. Это был у нас... Ну, у нас делилось четко в Красноярске. Я не знаю, как здесь делилось. Там и невраждующие, как бы, секции были. Динамо, там, труд, там, армия. Сильно конкурирующая. Ну, сильно конкурирующая, да. Меня... Матвеев Александр Брониславович призвал в ряды вооруженных сил. Как он призвал? Примерно следующим образом. Я, думаю, сидел, пил чай. Приехал воронок. Меня забросили в машину и отвезли в военкомат. Все. И в военкомате дали личное дело. Одного посадили в поезд и отправили в Новосибирск. На Новосибирский СКА. Я приехал и вот там вот начал службу уже в 74-м году, с мая месяца. И я уже, как бы, был в вооруженных силах. А первые соревнования, ну, у меня, как бы, сложная такая ситуация уже получилась. То есть, с Динамо я ушел. Тренер уже, Агафонов считал, что я не его. Там, как такового у меня тренера. Александр Брониславович хороший человек. Тренер хороший. Но, все равно, он не был моим тренером. То есть, у меня, как такового, уже с 17-ти лет личного тренера не было. Вот с 18-ти лет. И я занимался, вот, 74-го года из Новосибирска. Ну, у нас командировали в Красноярске. Мы жили практически, ну, я жил дома. И тренировался два раза в неделю. Два раза в неделю всего? Ой, два раза в день. Уже два раза. Я не такового быть не буду. Два раза в день. И мне вот единственное, наверное, Саша Матвеев Александр Брониславович разрешал тренироваться, где я хочу. И я ездил по всем залам города. И в дни борьбы в труд ездил, в дни борьбы в Динамо ездил. И тренировался в простое время практически там сам, под собственным руководством. То есть читал что-то, какие-то книги, читал какие-то руководства. Брал то, что вот было лучше у своих тренеров, которые мне показывали. Но это уже был дзюдо уже, или пока еще судьба? Это было уже дзюдо. В 1974 году я уже начал заниматься дзюдо. Но параллельно я занимался, ну и самбо тоже. То есть в 1975 году я выиграл первенство Советского Союза по борьбе с самбо. По юниорам стал. Практически все схватки я выиграл чисто. За исключением финала. Там парень, помню, из Татарстана, фамилию не помню. Вот я выиграл по очкам только финал. А все схватки я практически выиграл. И тогда я неплохо делал зацеп голенью. И это много очков приносило. Четыре балла, там минимум. Два-четыре, там чистая победа. И вот в 1975 году я выиграл. А перед этим у меня, я чуть мог не попасть на первенство Советского Союза. Потому что на первенство вооруженных сил у нас очки давались не только за схватку. Но и как ты ее выиграешь. Конечно. Да. Команде приносились какие-то очки. То есть я вот, это был паншин, не паншин, нет. Из Майкопа борец. Я вел 11 баллов, оставалось 5 секунд. И я делал зацеп голенью. И он меня высек. Я упал на чистое, проиграл чисто. И это, наверное, у меня... До сих пор, да? До сих пор. И причем эта болезнь у меня была внутри, наверное, лет 5 после этого. Я не мог. У меня все кипело. Вот, наверное, вот эти годы все, особенно юниорские. Потом уже, когда взрослым встал, это немножко прошло. Но память о этом поражении, она у меня вот в мозгу сидела очень долго. А сразу, я как раз на такой вопрос хотел задать. Схватка, которая запомнилась негативной, и схватка, которая запомнилась позитивной. Была такая схватка, которая запомнилась? Как раз наоборот, что вроде он проиграл, то как раз и выиграл неожиданно. Ну, позитивных, я не знаю, как-то они, может быть, да, они как-то не такие психологически яркие, которые оставляют внутри у тебя след. А именно оставляют след те, которые глубоко в тебе засели, и ты их потом переживаешь, и эту схватку перебарываешься несколько раз, и продумываешь ее потом, и думаешь, что ты сделал именно не так. Именно вот, скорее всего, негативные схватки остаются в мозгу. Потому что вот здесь я проиграл, помню, ну вот, хотя все, вот, на первенстве вооруженных силы, все схватки я выиграл чисто. Он, этого, если ты помнишь, система была по подгруппам. То есть выходили из подгруппы, у кого меньше штрафных. Не знаю, застал-то эту систему. И вот мы с ним из подгруппы снизу вышли, дошли там до верха. Он стал третьим, я пятым, шестым. Но вот меня все равно там Авель Казаченков оставил на сборы. Потому что я все эти схватки, вот, у всех выиграл чистые. Но четыре балла, которые давали, четыре ноль подгруппе, у меня было просто много штрафных, и я тащил их на себе, эту четверку постоянно. У него ноль был, я вот тащил, он проигрывал там, все почти схватки. Ну, и за счет того, что он шел со мной, я его вытаскивал из-под группы, и он стал третьим. А, ну, на Союзе я вот в этом же году выиграл Союз по молодежи. И вот это был у меня такой сильный толчок, такой психологический, который дал мне уверенность уже дальнейшую. И в 76-м уже вот году я, ну, достаточно хорошо уже стал по юниорам бороться по дзюдо. Там, Россию я выиграл по дзюдо на первенстве Союза стал третьим. И в этом же году ездил, вот, Женька, мы ездили на Европу. Женька, ты Женя Епримов, с которым еще планируется. Да, с Епримов мы ездили на Европу в 76-м году. Вот команда у нас хорошая такая юниорская сейчас, которая вся потом перешла. Вот я, Цик, Шуров, Саша, Ицкевич, Шуров, Женька, Епримов, Петя Пономарев. Вот эта юниорская бригада, она у нас потом и перешла во взрослую сборную Союза. Так что вот это был такой, ну, серьезный, хороший толчок, который дал мне действительно уверенность в своих силах. На победу и проявляют. Да, 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 да. Олег, а как ты оказался в Ленинграде? В Ленинграде, ну, тоже благодаря вот этому же человеку, Матвееву Александру Брониславовичу, я прослужил уже два года солдатом, он меня оставил на срочную службу в Новосибирском СКА, и он мне, в принципе, посоветовал для того, чтобы, ну, может быть, защитить себя в будущем, чтобы была какая-то профессия, поступить в высшую школу тренеров военно-института физической культуры. И вот в 78-м году я поступил туда, переехал вот в Питер, и довольно-таки быстро тоже здесь освоился. Ну, на первом же чемпионате Ленинграда я... Огорошил. Ну, да, как бы, да, да. Сразу, поиздень, перебил. Приехал в Ленинград. Какие, может быть, есть воспоминания о Ленинграде? Красноярск, красивый город, Новосибирск, шикарный академический город, да? Академический город, город ученых. Приехал в Ленинград. Какие воспоминания о Ленинграде? Ну, у меня просто первые воспоминания, наверное, первого дня такие остались. Я же приехал, вообще ничего, никого не зная. Помню, что у меня большой чемодан, Невский, помню, троллейбус заполненный. И я куда-то еду, я не знаю, куда еду, жить негде было. Вот даже не знаю, там тогда же Невский жить и ничего не давали. Я не знаю, почему я так не продумал, что мне даже жить негде было. А потом вот с Колити, то он, ну, он же тоже из Новоказнецка, из Сибири, там. И как-то на первых тренировках мы познакомились и вот с ним мы вместе жили там в его комнате на Гороховой. Он, ну, в те времена помог мне очень сильно. И мы вместе потом тренировались долгое время. Так что, ну, так. А вот я хотел вернуться вот к времени, наверное, ну, становления, может быть, да? Вот этого спортивного. Просто я тебе говорил, что у меня, в принципе, не было такого своего тренера. Но у меня вот было пару друзей, которые, ну, тоже болели дзюдо, но они более постарше меня были. И Юра Попов, он был, ну, мастером спорта в Динамо занимался, там, ЦС выигрывал динамовские. И мы вот скопилировались вот втроем. И достаточно, ну, может быть, даже не писали каких-то программ себе, планов, да? Но это у нас в голове было то, что мы вот должны очень много тренироваться. То есть, что-то читали, знали как-то, что делать. И достаточно серьезно просто к этому вопросу отнеслись. Мы вот жили у меня на даче, бегали, зарядки делали. Как-то самоотверженно очень в то время. Вот мне было лет 19-20 и в это время вот именно становление вот как спортсмена, я думаю, вот именно произошло у меня. И благодаря вот этим ребятам, с которыми мы вместе тренировались. И мы еще тренировались следующим образом, наверное. У нас в секции юниорские было 17 часов тренировка, в 19 она заканчивалась. И в 19 приходили, это уже взрослые ребята, с которыми это. А мы тренировались, в 17 приходили. И потом вот с этими ребятами, со старшими, мы к ним как-то прилипали. Даже до тренировки, они приходили пораньше и мы... Выпытывали у них. Ну не то, что они нас, может быть, брали. Я помню, что мы к ним приставали. А они, может быть, да... Мешки-то нужны всегда в тренировках. И они всегда нас брали. И вот это очень сильно мне тоже помогло. Потому что у нас были тогда и призеры Европы, Персианов Николай. Того человека, которого хотелось поддержаться. И было за счастье. Если вот с ним устоишь схватку и не упадешь, это было уже каким-то достижением. И много таких же подобных ребят, с которыми и боролись, тренировались, которые были для тебя кумирами сначала. А потом, когда ты уже встал и понимаешь, что ты можешь стоять с кумиром, ты такой же борец, как он. И тогда, конечно, это психологически для тебя уже в схватке с таким же равным на соревнованиях давало тебе уже преимущество. Такое значительное, что ты уже... Если ты стоишь и иногда бросаешь такого человека, как Агафо, Персианов или Апанасев, то с таким же равным, как ты, ты его должен вообще съесть. Тем более. Да, и поэтому здесь, мне кажется, вот эта преемственность у нас была очень близкая в «Динамо». Взрослые и юниоры. Не только по времени секциону, но и отношения какие-то более добрые. И вот эти старшие, они иногда тоже приходили в середину тренировки. Младшие тоже с нами занимались, тренировались. Ну, тоже, как ты правильно говоришь, нужны были мешки, а нам надо было просто подержаться за тех людей, которые для нас были действительно великими и сильными борцами. Какими они и были. Какими они и были, да. Они были, в свое время они были такими, конечно. И я вот когда, до приезда в Питер, для меня, конечно, были кумирами. Я читал только, не видел лично ни Кюленина, ни Покатаева, ни Суслина, о котором я знал, ни Наталенко. Все это я только вот где-то в прессе, где-то еще, хотя в те времена и мало писали о них, но я наслышан был. И они для меня были действительно такими кумирами в те времена. И толчок еще у нас уже был, 71-й год первенства ЦС было всех, Динамо, Труда в Красноярске, и Союз был в 71-м году, первенство Союза. И тогда вот нами пользовались все. Вот в третьей сборной мы же приходили на тренировки, ну, для того, чтобы нас даже, ну, не заставляли, может, и заставляли, но для нас это было в радость. Там сборная ЦС Динамо тренировалась и брала нас, и там кидала, или еще, либо мы боролись с ними, и это было очень тоже таким сильным толчком. Потому что весь цвет этого советского самбо, тогда союзного, или самбо, приехал в город и тренировался у тебя в зале, и ты мог с ними, ну, за них подержаться. Это тогда тоже было. А еще интересно, ну, тоже ЦС Динамо, те же времена, да, мы кандидаты в мастера со своим товарищем, у нас дачки такие, на ласканах, и эти ребята в спортивных костюмах, ну, ЦС Динамо тоже, ну, в кафе, там, того, наше раньше выдавали, и они приходили в закопленное кафе, кушали, да, и мы тоже кушали простые спортивные костюмы, без ничего, вроде, без значков, без всяких. И пока не садились, мы свои значки потихонечку скрутили, потому что как-то эти мастера пришли так, вроде без всего, а мы тут показываем, какие большие, великие. Ну, потом они уехали, можно опять было на один. Ну, 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 потом мы вытащили, и уже нам не надо было этого. Мы тоже так же вели себя спокойно. Да, чем сильнее, тем спокойнее. Да, 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 когда ты уже мастер спорта или достиг чего-то, тебе уже не надо показать, какими-то своими атрибутами кто-то есть на самом деле. Немножко в сторону народа. Очень часто люди спрашивают отношения к поясам, еще к каким-то. Ну, вот я уже везде не могу высказывать, как деление по поясам у тебя, как ты к этому начнешь, или не как ли это? Ну, я не знаю, насколько... Ну, у нас же не было такого деления, особенно по поясам, и поэтому, ну, мне это как-то... Да лампочки. Ну, совершенно, да. Поэтому, можно сказать, что к этому я никак не отношусь. Хотя, знаешь, вот сейчас, глядя, вот... Ну, это очень важно, я считаю, что в юношеском и в детском спорте. Потому что, глядя вот на своих внучек, когда они сдают там, ну, условно, с белого там на желтый пояс или еще какой-то, и достигают, им присылают этот пояс, и говорят, что вы молодцы, для них, для детей, это очень важный момент. Стимул, какой-то. Да, стимул наиважнейший. Мне кажется, вот именно в юношеском, в детском спорте, это нужно оставлять, и нужно, чтобы это было. Для того, чтобы ребенок понимал, что он уже сегодня вот такой, завтра он с этим поясом такой, и достигает каких-то определенных высот, и своим трудом это все постигает. Поэтому, мне кажется, вот это для них очень важно. В юношеском и в детском бы это я обязательно стимулировал этот процесс. Так что здесь... Али, как видишь, допустим, как с твоей стороны, подготовка спортсменов, вот как сборная Голлсоюза, вот как тренировалась сборная Союза на тот период. То есть, я имею в виду, и борьба вот в тот период, берем дюро, допустим, и можно сам бы взять. И борьба какая сейчас? Вот, допустим, если ты сидишь, ты просто уже не следишь с борьбой. Ну, я мало слежу, но я в любом случае, я же общаюсь с ребятами. Отличие, ты видишь? И в чем ты видишь плюсы, в чем минусы? Какая борьба была, какая стала? Ну, я по тренировке, вот то, что со стороны я вот слышу, да, вот сейчас же тренинг, это альянец там, это да, то, что я, вот у нас сборная была, вот Коля Солодухин, мы вот просто тренировались вместе еще в сборной России. Он был в ВВИ конкуренте, да? Да, 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 да. А, ну это, это олимпийский чемпион, Тру Солодухин, не знаю. Да, да, да. Просто мы тренировались с ним еще, ну, до этого, до того, как он был. С ним боролись? Пересекались на соревнованиях? Ну, только один раз, когда вот в финале я проиграл на чемпионате Союза, и спартаки, проиграл. Да, да, проиграл. Вот, только один раз. А до этого, просто, я помню тренировки, которые он со скрипом проводил. Вот, сейчас, это Сочи было, и мы тренировались на стадионе, и вот он у нас у всех где-то на пятерке выиграл два-три круга. Ну, в смысле, вот пять тысяч бегали, да, вот, это 1200 метров, считаешь, выиграл, то есть, бежал очень сильно. А сейчас, вот, посмотри, тренер нам заявляет, что вы же не бегуны, вам нужно только добираться. Может быть, это и правильный подход, но функционально ребят нужно готовить в любом случае. Функционалка тех людей, мне кажется, которые вот в наше время боролись, она, мне кажется, она значительно вышибала, потому что в функциональном подготовке уделялось достаточно большое внимание и физической подготовке. Мы бегали очень много, очень много. Ну, не говоря уже, там, штанги всякие, такое, подтягиванием, там, не знаю, мне кажется, что функционал в те времена был значительно выше. Вот круговая тренировка, да, круговая тренировка, да, 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 которую сейчас принято обзывать, кроссфитом, да, это все было очень сильно развито, потому что без этого никуда. Да, тяжи, насколько вот я помню, тоже, вот, также бегали, ну, очень много функционалу уделялось внимание, очень много. Хорошо. сборная союза, сборная союза, опять же, какие-то вот татами, это понятно, а жизненная, жизнь на сборах, там, на подготовительных, она такая, кибучая, нормальная, да, она и спорт, она и жизнь, часть, ну, спорт, часть жизни. какие были интересные моменты, которые, допустим, неизвестны, с кем-то, с известными людьми, которые смешные моменты, может быть, были, вот такие, запомнились какие-то, ну, то, что можно говорить. Ну, действительно, сборная союза, ну, любой сборной, люди, во-первых, приезжают с разных городов, с разных мест, с разных республик, и у каждого свое отношение к жизни какое-то, и к спорту совершенно другое, совершенно разное отношение. Кто-то более способный, считает, что ему хватает способности, не обязательно так много тренироваться, кто-то, наоборот, считает, что нужно, очень много делает. Есть та же история, вот, Алексей Волосов, там, знаменитый, это, он был кандидатом в Олимпийскую сборную в 80-м году, там, где поехал на Олимпиаду Хабарелли и выиграл, в принципе. Там большая, жесткая конкуренция была, наверное, человек 5 или 6, и это действительно был фанат такой, что, ну, каких, наверное, может, и свет не видел. То есть, после тренировки, мы после ужина идем, смотрим, в Подольск, это, там же кругом лес, все красиво, там, березки растут, и смотрим, там береза трясется, какая-то, резину тянет. Да, уже после всего, все тренировались, все гуляют, а этот, бедолага, там, тренируется, и, вот такого плана, и плюс он еще мог, я не знаю, то ли воля, то ли еще что-то, вот, одним заходом баню согнать 3-4 килограмма, то есть, сидел там до упора, зашел, и скребется, скребется, лежит, упертый там, да, довольно-таки, такой упертый, так что, и с ребятами, с, с, с Кавказа, тоже были, может быть, и некоторые, такие, ну, ладно, это, другой вопрос, уже, да. А если помнишь, 79-й год, по-моему, готовить в спартакиаде, я там был тоже в качестве мешка, это было в Петердворце, я помню, как раз там были армейцы, несколько динамовцев, от нас там были Женька, Женя Примов, Куковеров, Соколов, Леха Рыбин, ну, вот, на наши все были, трубостроительские, вот, и за что Женьку-то ругали, и Петра Ивановича, не помнишь? Ну, помню. Потому что все на занятку, а они капканы с коротами проявили, да, 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 и Петя до сих пор рассказывает, кроме кротов, у них же еще была охота, то есть они ловили уток. Ну, да, он еще научил делать, женскую сборную еще научил уток, они всех уток переловили в парке, да, да, Петр Иванович в своей хозяйстве же манере, да, всех уток выловил. Просто вот такие случаи на самом деле на сборах сплошь и рядом, что-то вспоминается, но говорить стыдно иногда. В этот я, когда Питер, это, наверное, первые мои соревнования города Ленинграда. Какое было впечатление в первые соревнования? Легко прошелся, не прочувствовал? Слушай, вот на удивление, я не знаю, но ты знаешь, вот питерцам и москвичам, они довольно-таки в спортивном плане, на льготных, я вот считал и считаю до сих пор, сейчас не знаю, как эта система, но в те времена она была довольно-таки льготная. Потому что, чтобы нам попасть на первенство Советского Союза, я должен пройти город, первенство края, край обязательно выиграть, с края я должен попасть на первенство Сибири, там попасть в тройку, и после этого на первенство России тоже попасть в тройку, и после этого только я мог попасть на первенство Советского Союза. А здесь ребята первенство города выиграли, может даже первое, второе это, и могли попасть на первенство Советского Союза. У нас столько этапов, у россиян, это у любого, то есть Курс, Майкоп, Урал, Дальний Восток, именно прохождение вот этих этапов, оно довольно-таки длинное. И действительно соревновательно, то есть месяца два или три я должен обязательно вот эти стартовать там через каждый там полмесяца, там город, край, Сибирь, Россия. То есть я обязательно, это же и вес надо поддерживать, и гонять надо, то есть стартов достаточно много для того, чтобы попасть на первенство Советского Союза. А сюда, когда приехал, я, ну, этот город первый я, конечно, не прочувствовал, потому что я выиграл у всех чисто, там, кто там, ну, два самых основных таких, кто был. Это Саша уже Комаров, был призером Союза, я у него два Азали выиграл, и у Кюленина я также, ну, то есть я у всех основных конкурентов. У Кумира, у Кумира, как были печени, выиграл у Кумира. Не, ну, я уже до этого был с ним на тренировках, я уже знал, я уже понимал, ну, он уже немножко опустился с Кумиров, если честно, у меня. По приезду, у нас же бригада такая тоже, Зеленский, Герасимов, Кюленин, первая тренировка в Скана инженерной, ну, что-то такое, да. И меня сразу, там, ну, у них... Под Кумира? Принцип, не принцип, а, ну, правило какое-то, наверное, тоже свое было. Там у них кафе какое-то, и поточ... пошли по этим... по буфетам там. В улице надо в критину. Ну, да, ну, я как-то к этому относился в те времена и как-то совершенно, ну, не понимал этого, не знал, не хотел. После этого как-то стал ходить в школу в ШСМ, перешел на тренировку, думаю, потому что с этим коллективом мне как-то не очень. И где-то уже после каждой тренировки там часто, потому что Юра там, Герасимов, там, сейчас скажу, где-то на Литейном, ну, в углу Литейного, Инженерного было какое-то стоячее кафе, вот туда вот после этого тренировки часто заходили ребята. Ну, я пару раз ходил, а потом мне, думаю, как-то не понравилось, я решил пока этого не делать уже и все-таки потренироваться. А так, действительно, первый город у меня достаточно легко прошел, очень легко. Второй? А там я не помню уже, я уже в 65 не стал бороться, я в 71 боролся. Ну, вот последний город, наверное, я проиграл Сереге Иванову подхватом. Подхватом? Да. Он же сейчас засып классно делает? Нет, я подхватом, именно так я попал, это, не знаю, даже... Ну, приятно. Ну, приятно, да, да, да. Не, ну, Сережа, он делал его хорошо, так, вывел меня на ногу, подхватил, ну, технично, очень, очень технично. Хотя я до... Хоть и не кумир, да? Да, хотя до этого я у него и выигрывал, и на городе выигрывал, но здесь он меня, конечно, так сильно обыграл, хорошо. Ну, красиво, классически просто, классически, здорово, молодец он. Так что... Про игруку, расскажи, пожалуйста, что запомнилось, допустим, ощущения какие-то, там, горечь поражения, то, что вторым стал, или какие-то радости, что вторым стал? Ну, я начну с юниорской группы, где Женька, ой, Ефремов стал чемпионом, я проиграл. А у нас была... Ну, вот сейчас я... Ну, и потом, просто я не знал в те времена еще фамилии, с кем боролся. Вот на юниорской Европе я проигрывал Райсману первый раз. Он уже до этого был бронзовым призером чемпионата мира по взрослым. Он выиграл, я не знаю, если ты видел схватку, я видел схватку по телевизору, Писхалаури и Райсман за третье место. Просто шикарная схватка. Писхалури душил, закрутился вот так, да? Бертушку делал, да? А Райсман осаживался, осаживался вниз, а этот подушевал его, стоял, и потом сел вниз, и переднюю подножку развернулся, и как влево переднюю подножку, и выиграл чисто. Просто, я не знаю, такая схватка шикарная, такая красивая была. Я вот ее видел и до этого, просто не знал, с кем я борюсь в те времена. А вот это вот моя первая Европа была, и я ему проиграл. А дальше вот Райсман проиграл Дельвинг, Дельвинг это вот, ну это потом в следующей Европе, на Европе два Дельвинга было в моем весе, старший и младший, и я с обоими боролся, он проиграл старшему Дельвингу и вылетел. Ну, соответственно, он вылетел, вернее, он стал третьим там, а я, ну, то есть я как бы даже не утешался, потому что вот, действительно, у меня вот эта подгруппа была довольно-таки синяя, это сильная по юниорам. По взрослым чемпионат Европы, не помню где, ну, то ли в Голландии где-то проходил, довольно-таки я тоже неплохо прошел, и у меня в финале Райсман опять оказался. До этого я ему тоже еще, уже проиграл, вот по юниорам проиграл, потом в Германии, ну, в Германии меня засудили, он сам немец, ну, и по своим ощущениям я знаю, что я у него выиграл, вот, ну, выиграл. Там мне не дали пару движений. Вот в финале, ну, он меня тоже обыграл, я с ним, наверное, может быть, уже психологически не мог бороться. Он такой высокий, конечно, выше меня значительно, более прямой такой, дистанцию держал хорошо. И я тоже за счет своей, ну, я ошибся, тоже уже который раз, я тебе говорил уже перед этим, у меня было на первенстве вооруженных сил, этот зацеп голенью, и где за 5 секунд проиграл. И здесь я тоже этот же зацеп голенью делаю, и он меня высекает на вазале. И мы так эту свадочку доходили с ним, ну, он стал чемпионом, я стал этим, вторым на чемпионате Европы. А вот про этих, а где же из Дерлинг, а, вот, не знаю, в фамилиях запутаешься или нет, но вот эти два француза, с одним я боролся на спартаке для народа в Цель, там же было сначала Спартакиада, а потом параллельно боролись... 79-й год уже, да. 79-й год, да. Параллельно Первенство Союза, где все вот эти иностранцы боролись. Я с ним боролся, ну, там выиграл у старшего Дерлинга, а потом был Кубок Европы еще, это другой, не чемпионат Европы, а Кубок Европы. И перед самой схваткой этот старший Дерлинг, который проиграл у меня до этого, показывает своему брату, ну, брат, скорее всего, потому что, ну, вашему брату, да, как я делаю там проход в ноги, буквально перед схваткой рассказывает, он показывает, ну, я вижу издалека просто. И я выхожу, и на первой секунде делаю проход в ноги на коку, ну, и... Железный кок и стоять. И стою, и все. И как бы это, то есть его не помогло совершенно в указании старшего брата, и поэтому... Валя, сразу вопрос такой. Психологический аспект подготовки. Вот когда уже высокий уровень мастерства, да, там вот уже к этому моменту создается определенный стереотип, как у тебя готовить, как биться с мандражом, справиться, как какой-то настрой на схватку, вот, у тебя вот такой психологический потенциал, как она... Есть какое-то отличие, ну, твоё индивидуальное какое? Сейчас можно уж сказать, уже не борешься. Ну, конечно. Ну, как я тебе говорил, что, в принципе, у меня такой подготовки, может, индивидуальной тренерской, ну, не было, да, то есть, наверное, всё приходилось либо методом тыка что-то нарабатывать, либо что-то подсматривать, как другие делают в те времена. Ну, скорее всего, я здесь старался... Ну, может быть, сам характер у меня не такой, более устойчивый такой психологический. Во всяком случае, во всяком случае, таких резких перепадов настроения у меня не было. Вот, если она, цель, она есть, она есть, то есть, старался именно, ну, как-то придерживаться вот этого направления, этой цели, и себя, ну, не знаю, я лично пел про себя военные песни, такие боевые, когда, типа, последний бой, он самый трудный. Ну, действительно, потому что, когда, там же два же тяжелого, морально, физически, потому что ты в те времена, я уже гонял минимум килограммов пять, это согнать пять килограммов, ну, довольно-таки сложно, и потом такие нагрузки после гонки этой, да, и, ну, ты именно каким-то образом старался... То есть, даже, может быть, больше было нервяга при сгонке веса, чем самая борьба? Скорее всего, наверное, да, потому что мне, ну, во всяком случае, в последние дни уже перед соревнованиями всегда не снилось, а представлялось место в Красноярске, где я пил холодную воду, ну, там, из родника, и вот последние два дня, там, буквально перед соревнованиями, всегда это место мне почему-то, вот я его явно видел, и мне зубы ломило от холодной воды, от этой, которая была в этом роднике. Так что... Ну, наверное... Хорошо, а какие движения у тебя в стойке были? Ну, я в стойке, в разные периоды ее вот становления, да, ну, это, не знаю, правильная ли поговорка, там, не создавая себе кумира, неправильная, но в разное время, в периоды своей спортивной деятельности, ой, не деятельности, а в своей спортивной жизни у меня были, ну, вот, ну, я пытался многое пробовать, то есть, видел то, что мне нравится, вот, помню, Бельков из Липецка, не знаю, не помню, как зовут уже, он делал переднюю подножку, переднюю подножку, он не под дальнюю ногу, он сначала высекал ближнюю ногу, да, ну, представляешь, да, а затем догонял ту опорную ногу, то есть, эту выбивал, как бы, пока человек перешагивал, потом он догонял эту, вот такого плана я переднюю подножку делал, делал это вот у Белькова, потом я, ну, довольно-таки много и выигрывал хорошо по юниорам, поэтому я делал подсечку, выводил сюда, зацеп, вот, под опорную ногу, да, вот, изнутри, да, изнутри, не получалось, зацепую голенью, так, и зацеп голенью тоже много делал, и в юниорском возрасте это, как бы, очень хорошо и много проходило, от передней подножки я потом, ну, от этой, у меня вперед перестало получаться, я только стал выбивать дальнюю ногу, ту я не догонял почему-то, ты меня понимаешь, да? Валя Степанов показывал просто эту подножку, поэтому я прекрасно понимаю. Выбивать дальнюю я, ну, не знаю почему, не стал догонять ее и не получалось у меня делать потом, я переднюю подножку под ближнюю ногу делал и мерницу с колен потом, то есть он у меня на той, на этой ноге становился уже, на той дальней, я его затягивал сюда и под него уходил полностью, то есть он практически уже был у меня на спине, вот делал переднюю подножку с колен, я так хорошо, вот из когда выиграл на кубе, именно вот так, это, вот такого плана бросками, что я еще такого делал, ну, то, что делал этот проход ноги, ну, вот он у меня как бы тоже давно, не знаю от кого пришло, как получилось, он вроде бы такой хаотичный, этот прием, много передергиваний, но они... Ну, они как бы, каждое движение, оно на вывод, либо туда, для того, чтобы разболтать партнера, для того, чтобы он именно встал, именно на ту ногу, на которую нужно, нужно, и для того, чтобы сделать этот бросок, вот это вот, те броски, наверное... А в партере? А, партер, партер я душил неплохо, ЦС Динамо я выиграл... Душили какие дела, спереди, сзади? ЦС Динамо я выиграл, просто, в стойке тогда еще разрешались, и начало было, это 75-й год, хотя я уже служил в этом, в армии, но меня за ЦС Динамо почему-то возили еще. Ну, Россию я выиграл, Динамовскую ЦС Динамо выиграл, вот именно в стое. В партере я, я душил хорошо, неплохо, со спины, сейчас А, ну, не знаю, как это теперь называется, но переворачивал, переворот ключом, вот так и есть. А, ну, переворот ключом, да, и вот подушил удержание. Ну, партер для меня не был загадкой, и я действительно там себя очень хорошо чувствовал. И именно, может быть, иногда я пользовался излишним этим партером, ну, не излишним, может быть, для того, чтобы, может быть, удержать время, я вот ложился на болевой прием, ну, ой, в смысле, отдавал руку и мог так пролежать там минуту, там, тогда же не сильно уж этот… Ну, давали бороться. Да, 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 давали бороться, и можно было полежать спокойно, отдохнуть именно в этом, потому что люди, особенно иностранцы, они не тянули руку. Они знали, как примерно это делается, но вытянуть руку сложно. Ну, вот, наверное, вот эти все. Высококлассный спортсмен, да, вот почему ты не стал тренировать? А знаешь… И как ты ушел из спорта, вот резко ушел или постепенно уходил? В ветеранское движение я понял, что ты не хочешь бороться по ветеранам вообще нигде. Ну, я уже, да… Я, знаешь, я очень хотел быть тренером. Я безумно хотел. Но у меня были попытки стать вот тренером… Я же военную свету закончил, у меня было воинское звание. Мне нужно было в любом случае быть… Ну, либо уходить из Адмии, хотя я уже служил 10 там лет, уже как-то не хотелось, даже чуть больше. Не хотелось этого делать. Я пытался… И были там какие-то возможности… Вот на место Дашкина быть военным тренером в Динамо, в Ленинградском. То есть… Либо… Ну, у нас Валерий Михайлович был вечный, и поэтому тоже… Ну, то есть не было просто места… Ну, в клуб никак не перейти было. А после окончания института мне в любом случае пришлось уйти и… Ну, и делать свою работу. То есть я там один год был командиром спортивного взвода, потом я стал преподавателем высшего военно-морского института имени Дзержинского, это инженерного института Невалтейства, вот это главное. Я работал преподавателем по физподготовке там… Два курса я выпустил курсантов, ребят. Ну, я тренировал там уже… Ну, так… Там больше… Вот именно, как бы, курс физической культуры там… Ну, совершенно другое. Там… Я, действительно, первые годы болел очень сильно и ходил на тренировки, и тренировался с такой же самоотверженностью, но… Потом это с каждым годом проходило. Наверное, год или полтора я ходил на тренировки, наверное, так же… Ну, как спортсмены, не пропуская. Потом все равно жизнь, семья затянула, потому что надо было… Ну, потому что работа уже есть с работой. Как спортсмен я уже… Ну, перестал там выступать, наверное, ездить на соревнования. Хотя, конечно, уходить… Ну, сложно, наверное, уходить психологически. Поэтому и тянуло туда, потому что… Ну, согласись, только… Ну, лет 15-18 там… Еще и получалось. Ну, да, еще и получалось это. Ну, потом все равно, как получалось. Потом пришел Юра Соколов. Пришли молодые ребята. Конечно, они двигают. Но это жизнь такая. Здесь никуда не деться. Это надо воспринимать, ну, как есть, как должное, может быть. Хотя, все равно, в любом случае, нужно бороться за место, если ты спортсмен. Ну, знаешь, как это происходит. Особенно после ухода, во всяком случае, у нас в Питере, ну, очень плохо люди уходят из спорта. Вот, это очень важный вопрос, на самом деле. Вот я считаю, что люди, которые занимались спортом, там, как три высшие достижения, даже, может, кто не достиг таких больших, мне кажется, должны заниматься, если боролись, да, должны бороться максимально долго, там, до пенсии, на пенсии и дальше. Чтобы не терять кондиции, чтобы не терять, чтобы не было вот это горько обидно, что ты начал говорить, у тебя в глазах видно, что ты помнишь, что было. Продолжать тренироваться, это уже не надо выступать на соревнованиях, но можно, как бы, ради поддержания формы, опять же, делиться опытом. Может, ты сейчас не работаешь тренером, но опыт у тебя большой. Делиться каким-то опытом, показывать фишки, которые, допустим, сейчас не обращают внимания. Я считаю, что важно оставаться в спорте, но уже быть не спортсменом, а быть физической культурой заниматься, посредством борьбы. Значит, с тобой согласен на сто процентов в этом плане, но, может быть, не в свое оправдание, либо просто вот тот период времени, он жизненно был совершенно, ну, наверное, другой, тяжеловатый. В 90-е годы, Миша? Ну да. Мы все жили в 90-е годы. Ну да, да. Я и поэтому и говорю, что, может быть, не в свое оправдание, почему так я резко ушел или еще что-то. Он был действительно тяжелый, надо было... У меня две девочки, семья, и, ну, скорее всего, я думал о том, что, ну, все равно я уже, как спортсмен, уже закончил передавать опыт. Ну, кому это? А дети хотят кушать, и нужно все-таки добывать хлеб и что-то делать. Ну, сейчас с хлебом нормально. Девочки выросли. Может быть, надо опять начинать забыли, сходить? Я поэтому тебе говорю, что я согласен с тобой и не согласен с сегодняшней ситуацией, которая у нас в городе происходит, потому что у нас вот ветераны вообще непонятно где и что. Вот в школу заходишь – ужас. Три коллеги каких-то дзюдо тренируются. Когда у нас в наши времена и еще вот позже все вот эти спортсмены-ветераны, они постоянно у нас были в школе вместе с хорошими ребятами, вместе тренировались в одной куче, передавали тот же опыт. Пусть не я, но есть же люди, которые могли бы это все делать и передавать. Просто наши верхние там некоторые тренировки, которые думают, может быть, ну, больше о своем престиже, ну, думают больше о себе, может быть, а не о становлении дзюдо, которые решили, что этого делать не надо. Ну, вот мне непонятно вот то, почему вот в школу у нас пришла такой упадок, где вообще нет борцов и ничего там нет. Просто я помню все это татами, до конца полное, столько людей, которые тренируются, хотят… Ну, на самом деле, что касается, вот по самбо я периодически хожу по субботам народу, школа это же РСМ, вот, а я скажу, что битком, я прихожу, борюсь там, я не помню, конечно, все остатки борюсь, но хватает народу. Слушай, ну, самбо, мне кажется, там совершенно по-другому… По другому причине… Ну, да, по другой причине, потому что… Не знаю, почему у нас дзюдо ушло из школы. Вот дзюдо сейчас переместилось больше на Лиговку. Ну, может быть, там лучше ситуация. Я просто туда не хожу, не вижу. Просто мне вот здесь обидно то, что тот центр, который был центром, действительно, в городе дзюдо, в борьбы, превратился именно… Ну, под дзюдо не в центр, а непонятно что. Вот перед тем, как перейти к практической части нашей беседы, все-таки вдруг найдется время, возможность, желание прийти в группу здоровья на Самушкино и поделиться, тем более дорога рядышком здесь по пути, заехать, показать, вспомнить, вспомнить былое. Ну, давай, я-то не против. В партере, опять же, если в стойке тяжело, в партере можно прийти, отработать, в партере показать, дать попробовать молодежи, чтобы разорвали руки. Ну, я попробую. Я готов. Нет, я готов, Андрей, если ты назначим, договоримся. У нас на пятницу все время партер на Самушкино. А во сколько? Ну, в 8.20 с начала, ну вот. Вечера? Да, вечером. А, ну, как раз после работы уже. Да, заехать, пробороться. А Самушкино где-то там? На выезде. На выезде. Ну, за кем? Савушкино-134. Это за Демеркурий, вот там вот, и чуть под дальше. На выезде из города. А-а-а. Ну что, кимоноты есть, уже сейчас вспомнилось. Ну что, переходим к практической части. Ну, давай попробуем просто. Сейчас как можем, Владислав Тимонович, поделиться техникой. Правда, на травке на газоне партера не будем. Партер не будем? Да. Может быть, да. И как раз пока вот, пока Александр переодевается, да, тот, кто будет падать. А, про работу на захватах. Расскажи, пожалуйста, вот твое отношение, роль захватов в борьбе. Потому что вот сейчас вот борьба, сейчас захват, ну, опять начались такие правила, что без захват вообще никуда, да. Но, к сожалению, все равно уделяется мало, мало время обучения конкретно захват там. Мало объясняется для чего это надо. Мало кто объясняет, как надо правильно захватик взять. Почему надо там, кто рекомендует, там, те же самые польщики там, 3-ми пальчиками взять, да. Хотя они как бы, ну, все это знают, но они особо-то не афишируют нигде. Почему 3 пальчика? Вот, про захват вот что. Ты уделял внимание захватам? Или тебя учили? Или то же самое, как все? Ну, знаешь, я думаю, тоже интуитивно что-то получалось. Но захваты, то есть борьба за захват, это, наверное, самое важное у нас, что есть в борьбе. То есть, если ты делаешь захват, именно свой захват, и прерываешь или не даешь возможности сопернику завладеть ситуацией, твой захват, это доминанта над соперником. если ты вот его взял и исковал противника, это уже значительные плюсы, которые тебе дают большое преимущество. Ну, на мой взгляд. то, что, я не знаю, вот, то, что ты говоришь, тремя пальчиками, ну, мне кажется, у нас и в наши времена говорили… А ты сейчас возьмешь захват? Мы сразу идем. Три пальчика ты… А я не знаю, как. А возьмешь, я уверен, возьмешь и тремя пальчиками. Я не знаю. Мы в те времена и говорили как-то, но этому не уделяли внимания такого, что вот так нужно и тренер не бил по рукам, что ты опять там взял… Особенно после того, как в Японию съездят, японцы приедут в Москву на какой-то семинар. И мы сразу все чувствовали на себе, все нововведения на наших пальчиках. Ну, мы-то ближе были к этому. У нас и тремя не ездили ни в Японию, никуда, скорее всего, но все равно. То есть, ты пока сейчас самобытную русскую школу говорили бы. Ну, не знаю, насколько она самобытная. Ну что, переходим к практике. Здесь вот то, что подсечка под пятку, да? Поведение обязательно. Сейчас. Утроход по алицентр. Ага. И отсюда. Оп. И… И обязательно перенос центра тяжести. И вот она-то. Это за стойки дело без падения? Дело с падением. Ну, с проводкой обязательно туда, чтобы глубоко вот именно туда уходить. Именно, чтобы здесь нагрузить ногу опорную. А при нагрузке опорной ноги, когда она выходит, уже все, да? Понимаешь? То есть, если ее выбиваешь, спинку эту и партнеру. А то, что говорил про переднюю подножку. То есть, я имел ввиду, да? Выбиваю эту ногу. А потом догонял. И вот. Вот. Этот бросок. И отсюда еще, если делал, да? Выбил. Могу проводил вот сюда. Вот. Ой, красиво. И вот это. Со сменой захвата, да? Да. Здорово, да. Я, честно говоря, думал, ты оставляешь захватить этот прихват. Да. Ну, конечно. Вот так его. А. О, как. Слева и на правую. Да. То есть, довел вот сюда. Вот. Он же, все равно, он же напорной ноги. У него нет напора пока. Ага. Ты его до конца доводишь и немножко заводишь сюда. Да. Красиво. Как ты душил стойки? Расскажи, пожалуйста. Ну, я душил как бы двумя. Так брал. Ага. И второй вариант. Ну, это более слабый. Ну, менее надежный, потому что много вариантов. Либо ту сюда, либо ту сюда. А этот самый такой. Ну, я не падал. Сашка Комаров, он же вот так крутился. А я здесь просто старался сразу. Прямо в стойке так и целый? Сколько было схваток в душе они выиграли? Ну, не так много, но... Ну, на том цессии я, наверное, суки-то ли точно выиграл. То есть на одних соревнованиях? Да, да. А потом как-то... Ну, проходит это... Просто меня не ожидали люди, наверное. Да, скорее всего. А потом дует тараканов. Душит стойки их. Да, да. И давали захват. Не, вот то, что Сашка Комаров, он же на союзе, когда стал третьим. Вот наш питерский, 65. Он же тоже... Мне очень нравится наш питерский, Валя. Не, ну... Ты уже питерский. Не, ну а что? Я столько лет и с командой вместе мы... Да. Ну, во всяком случае, я когда приехал, я не почувствовал себя здесь чужаком. Потому что все-таки единство вот это борцовское, да? Оно какое-то... Ну, вообще. Ну, все свои. То есть, живут одной жизнью. Валя, можешь просто показать? Взять захватик и просто поработать захватик. Повыводить, как бы... Ну, без бросков, да? Только подбородик. Просто буквально две минуты. Я еще этот... Хочу попробовать... Давай, давай, давай. Свой... Если... Вспомню... Проход ноги. Ага, давай, давай. Челезный кок. Челезный кок. Да. Начинал. Так. Выводил обязательно и... Вот. Старался его поставить вот в такой горизонт. Для того, чтобы у него не было движения. То есть, если я его толкаю, он уже будет падать. А если я еще успею схватить ногу, да? То есть, у него нет вообще возможности. То есть, здесь самое главное... Вот на эту... Обязательно на горизонт один. Для того, чтобы у него... Вот. Вот. Вот это примерно то, что я делал. Ну, ногами старался, да? Заклад. Обязательно вот старался в отток. Да? И здесь вот поддерживать его. Раз. Либо саживаешь. Что то делаешь. Либо опять осадил туда, и туда, и вперед. Основные каноны, которые нам раньше задавали, они как бы и есть. Больше нет. Что еще? Вот заднюю. Всегда мечтал, но никогда не делал. И тренировал очень много. То есть, умел правильно, показывал правильно. То есть, полностью выведение. Ох, хорошо. Обязательно. Это еще Красноярский или здесь это уже? Ну, все заложено именно там. Да. И потом немножко сборный. Это вот Новиков Сергей, олимпийский чемпион. Вот это у него, вот там как бы, все. Вот это сильное. То есть, и во всех фильмах все показывает. То есть, полное повредение. Даже чуть подальше. Обязательно. Вот она. И нога. То есть, оп. Вязал. Такого плана. Вот это. Ну, хотя бы минутку просто. Походи, подергай, захватай. Чтобы Александр почувствовал нормальные захваты. Вот. Да. Просто походить буквально минутку. Контроль. Сейчас чувствуешь, что контроль? Да. Аккуратно. Аккуратно. Не надо. Размяться. Да. Размяться. Да. Размяться. Размяться. Зашел момент и сделал. Ну. Я старался как-то все равно в большей степени разорвать захват. Так я старался долго не ходить. То есть, когда удержать чего-нибудь. Ну, в моем стиле просто у меня действительно вот здесь. Вот здесь не было возможности таких бросков делать. Вот это я не умел. Хотел, но не умел. А остальные броски мне требовали обязательно свободы. То есть, я уходил от этого. Либо мне так надо было. Либо вот. Пойти так. Правильно. Раздернуть. Разболтать. Вот этот захват. Для меня он, как бы если я долго. Временно. Временный. Да. То есть, отдышаться, отстояться немножечко. Так, загрузить его потихонечку. А так все равно, в любом случае, я уходил от этого и начинал вот сам. Именно в моем стиле, именно вот так боролся я. Вань, ховно я понимаю. Два слова о молодым спортсменам. Кто начинает бороться. Рекомендации в двух словах буквально. Уже твой опыт. Что бы ты изменил в свое время, что ты не доработал. Очень коротенько. Что бы ты посоветовал молодым спортсменам. На что внимание обратить? Чтобы они росли. Ну, я думаю, что самое главное все-таки не только уделять время технике, а именно физической подготовке. себя. В функциональной подготовке. И все-таки борьбу каким-то образом. Ну, ее надо чувствовать. Ее надо понимать. И понимать, что делаешь. Любое движение, которое ты делаешь, оно в борьбе не просто так. Любой захват, любая смена захвата, она должна быть продумана. То есть, в любом случае нужно мыслить, думать, что повлечет твое любое движение. Любой твой шаг, любое изменение захвата. Поэтому советую только думать здесь ребятам. И самое главное, чтобы было желание заниматься спортом. Оно должно быть. То есть, у каждого мужчины, наверное, есть внутри, он должен стать сильным. У него есть стать и быть. И у него должно быть желание победить. Внутреннее какое-то. Вот это желание. И вы его не зарывайте в себе. А именно, ну, старайтесь его поддерживать у себя. Обязательно. И будьте сильными. Ясно. Вася, спасибо большое, что нашел. Спасибо. Здоровья, удачи. Тебе спасибо, Андрей. Давай. Спасибо. Спасибо.